Эти темы обсуждаем с политологом и политтехнологом Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. 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 Итак, новые методички, судя по последним новостям, они вот прямо сейчас уже должны понадобиться пропагандистам, но все же, что же в этих методичках нового? Что вам известно об этом? Ну, там, собственно, одна мысль. Мы, на самом деле, не Министерство обороны, мы не военные, мы мать Тереза, мы в первую очередь заботимся о сохранности людских жизней, да, и поэтому, а украинцы-то они вон какие, они наступают, они не считаются с потерями, они ведут себя так, как будто это на самом деле война, ну, поэтому мы вынуждены отступить. Здесь же мы исключительно гуманистическими соображениями заботы о жизни наших военнослужащих. Ну, то есть там вот примерно так написано, я, конечно, чуть-чуть ерничаю, но логика такая, мы отступаем, потому что украинцы рвутся вперед, не считаясь с потерями. Ну, глупее оправдание придумать невозможно. Значит, да, на войне убивают, а вы не знали, а когда вы вторгали, вы что думали, это шуточки будут? Да, это... Ну, по сути, они расписались в этих методичках, в том, что российская армия годится только для парада, для войны она не годится, потому что там на войне, оказывается, убивают, и, естественно, она отступает, когда убивать начинают. Вот. В общем, тот факт, что Кремль предлагает такие аргументы, сегодня Шойгу их уже озвучил, он говорит о том, что, ну, там вообще просто никаких других вариантов объяснения происходящего не видят. То есть, в принципе, они же понимают, насколько это бредово звучит. То есть, наша российская армия, которая всегда, ну, там, во все века никогда не считалась искусскими потерями, слоганом которой была фраза «Бабы еще нарожают», тут она вдруг превратилась в какую-то благотворительную организацию, которая, значит, заботится о людях. В общем, тот факт, что Кремль вот пошел на эту совершенно неадекватную, значит, интерпретацию происходящую, говорит о том, что там полный кризис смыслов, и ничего другого они придумать не в состоянии. Это вот подтверждение, да, вот в вашей реплике, там одна из методичек начинается таким текстом, цитирую, «Киев не будет считаться собственными потерями, он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей, поставок оружия российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава». Конец цитаты. И лукавство тут просто невероятное, потому что, господи, российские войска стремятся сохранить жизни и мирных жителей личного состава, это просто абсолютно сюрреализм, абсолютно лошадь, неправда. И вообще, то, что они убивают мирных жителей ракетами и закупают их теперь у Ирана, а теперь мы хотим их сохранить в Херсоне. Но это дичь полная. Тут даже другого слова у меня нет, потому что это просто на голову не налазит. Смотрите, ну это мы с вами говорим, а как жены, матери мобилизованных этих, у них есть какое-то осознание того, что происходит? Почему, например, оставили Херсон, хотя вот еще на Красной площади все ликовали, там Херсон это Россия и так далее? Ну, у них каша в головах. Понятно, что в основе матрицы, вот той ментальной, которая в головах у людей сформировалась, лежат ключевые тейсы кремлевской пропаганды. Ну, я сейчас говорю о большинстве, да. Значит, лежат ключевые тейсы российской пропаганды, и, естественно, там нет места поражениям. Причем, тем более нет места поражениям от украинцев, потому что все же знают, все же слушали Путина, все знают, что Украина – это неполноценная нация, что это неполноценное государство, что за три дня мы возьмем Киев. Да, это, ну, голову-то людям в темя шили, да. И на все на это накладывается, значит, отступление за отступлением, разгром за разгромом, абсолютный хаос, абсолютная неразбериха в части мобилизации, то есть совершенно очевидная непособность государства исполнять свои базовые обязательства, потому что, ну, отправка рекрутов на фронт за их собственный счет, ну, это Средневековье, это точно не современность. Да, вот так было в Средневековье, когда рекруты, ну, люди, призываемые на войну, сами за свой счет должны были экипироваться. А вот, начиная с XVII века, этим занимается государство, в общем-то. И тот факт, что Россия сейчас в XXI веке вдруг оказалась в реалиях середины XVII века или поначалу XVII века, ну, это, конечно, сильно выбивает людей, так сказать, вот из... Ну, ну, то есть ломает ту матрицу, которую формировала государство, в том числе, пропаганда. Да, и поэтому у них вот получился синтез из тех идей, значит, из тех идеальных представлений о жизни, которые им там втемяшила в голову пропаганда, и жизненных реалий, которые ломятся к ним в дверь, невзирая на, значит, от Крики Соловьевой и Скобеевой. Вот, и поэтому у людей вот абсолютный хаос в головах. То есть, с одной стороны, они вроде понимают, что должно быть вот так, а не так. А с другой стороны, видишь, что все дела остаются именно вот так, а не так. Слушайте, Аббас, ну вот, возвращаясь, да, к содержанию методичек, также пропагандистов в этих методичках просят обратить внимание зрителей, что российская армия не хочет боев в городе, потому что такое столкновение, такие столкновения самые тяжелые и разрушительные. А вооруженные силы Украины могут просто сравнять Херсон с землей. При этом Мариуполь разрушен, попасная, по словам самих оккупантов и коллабрантов, не подлежит восстановлению. Как это может укладываться с тезисами о зверствах вооруженных сил Украины, которые очевидно, судя по мнению пропаганды, только и ждали, когда кто-то на них нападет, чтобы наконец-то начать разрушать собственные города? Ну, смотрите, вот мы... А чем мы сейчас занимаемся? Мы ловим, ловлены бы уже, да? Ну, то есть мы уже пришли к выводу, что любой нормальный человек видит, что все это считано белыми нитками, что это бред севикобыл, по-другому не скажешь, да? И вот мы сейчас тезис за тезисом это обсуждаем. То есть я не очень понимаю, что я должен вам сказать. Ну, да, ложь, да, полная чушь, да, все это видят. Поэтому рейтинги властей падают. Ну, вот, а что мне еще вам сказать? Ну, дураки они там, коты. Смотрите, а вот как насчет заявлений Путина о том, что он собирается встретиться с людьми, чтобы узнать, как обстоят дела с поддержкой призванных. И это что такое? Что за царь народ? Ну, проблема ведь объективно существует. Я уже выше это упомянул, да? Вот мобилизация выявила абсолютную неэффективность государства. То есть вот, когда государство функционирует в рамках, ну, таких стандартных, там, десятилетиями складывающихся традиционных процедур, там, бюджетных, например, административных и прочих, вот, тогда оно еще функционирует, ну, более-менее. Тоже, конечно, очень со скрипом, через пень колоду, но все-таки как-то функционирует. Но как только чуть-чуть вот они вышли в форс-мажор, если так можно выразить, то есть появились новые какие-то обстоятельства, которых и до этого не было, мобилизация, да, все, они поплыли. То есть это просто вот катастрофа, по-другому не скажешь. Каждый день, ведь вот эти сообщения, о том, что, значит, вот эти люди мобилизуемые должны сами себя обуть, одеть, сами где-то добыть себе пропитание, значит, сами где-то там позаботятся, где они будут спать, а вообще-то на дворе зима, практически. Значит, сами должны решить, чем они будут себя окопырыть, может, лопаты им там не выдают. Значит, бревен там тоже не выдают, и, значит, они должны придумать, и как они, собственно, эти окопы будут угреплять, или это просто вот дыры в земле будут. Вот. Чем они будут стрелять, да, кто ими будет командовать, там же сплошь и рядом, части оказываются на передовой без командиров профессиональных. То есть они сами из своей среды каких-то там, из таких же мобилизованных, каких-то командиров выдвигают. Ну, то есть полная анархия, полная махночина и сообщения подобного рода, не то, что там один, два, три, да. Ну, то есть, понятно, любой большой процесс, мобилизация глобальный процесс, касающийся там сотен тысяч людей, ни один большой процесс нельзя организовать идеально. Конечно, сбои будут всегда, но тут вопросы эти соотношения, где у тебя правила, а где у тебя исключения. Вот у них бардак, хаос, это правила, да, а чтобы все нормально, это исключение. Это исключение. И вот, ну, проблема достигла такого уровня, что делать вид, что ее не существует, уже невозможно. Да, Путину надо, значит, ну, заняться этим, попытаться как-то отмазать себя, вот, дистанцировать от этого происходящее. Аббас, каков ваш прогноз дальнейших действий, как военные, так и в политической сферах? Ну, военные, значит, от ВСУ зависит. Тут я ничего не могу сказать. тут очевидно, что российская армия играет вторым номером. Да, то есть она вот ровно настолько, насколько ВСУ, так сказать, наступает, она отступает. Вот, я не могу предсказать, с такой скоростью ВСУ будут наступать, вот, но могу предсказать, что вот примерно то, что мы видим сейчас, оно будет продолжаться. с точки зрения политики, ну, мой стратегический такой прогноз заключается в том, что все-таки, если не будет такого, знаете, вот решительного обвала фронта, что, ну, прям, во вся бегут. То есть, видите, из-под Херсона они все-таки отошли, ну, вроде как это выглядит, там, более-менее организованно, дисциплинированно, да, по крайней мере, пока я не видел доказательства противного, если не считать, что там, стримаусов по дороге где-то разбился. Вот. То есть, ну, то есть, это еще, как бы, вот, ну, видно, что не коллапс, хотя, конечно, это очень серьезное поражение, да, и если вот такого коллапса не будет, то все-таки, ну, мне кажется, что, ну, режим дотянет до конца зимы, значит, потому что, ну, неудачи на фронте окей, но Путин создал другую, он создал новый проект, новую, так сказать, замануху, там, для российских элитов, для российских избирателей, да, мы, детские, сейчас Европу заморозим, они там без российского газа, значит, сдуются, и, ну, прекратят снабжать Украину оружием, и Украина без европейского оружия тоже, значит, вынуждена будет, значит, остановиться, здесь с нами за стол переговоров, ну, понятно, эти сказки, эти сказки, пока, пока, пока вот эта история не, значит, не завершится, я имею в виду, зима не дойдет до конца, ну, не станет очевидно, что этот план не удался, да, режим будет держаться, вот после того, как станет понятно, что этот план не выгорел, и Европа не дойдет, он в любом случае не реализуется, потому что Европейский Союз уже обеспечил себя газом, Аббас, спасибо вам большое, Аббас Галямов, политолог и политтехнолог, был с нами, с ним мы обсудили новые методички, которые Крепль разработал для пропагандистов.